Привет, друзья! Вы знаете о том, что я открываю программы помощи людям, которые находятся в очень тяжелом положении или в оккупации, или вне оккупации, но есть перебои с гуманитарной помощью, и я хочу объединить Украину в том, чтобы мы начали помогать, потому что убивать врага это одно, но давать умирать нашим соотечественникам, которые ни в чем не виноваты, старикам и детям, это другое. Ну, в общем, что? Я не набираю никого бесплатно. Мне нужны журналисты. В каждом районе, в каждом селе, в любом городе. Что это за люди? Ну, во-первых, это не журналистский материал. Это должны быть маленькие публикации, которые бьют как пуля и попадают в сердца и души украинцев, потому что я один всю Украину на себе не вытяну. Но все мы можем это сделать. Я так поступаю в Грузии, где при трех миллионах населения у меня 64 тысячи человек ежемесячно помогают друг другу продуктами, деньгами, разными вещами, даже дома строят. Вот такие дела. Мы, украинцы, все можем. Да? Я это знаю, потому что 30 лет у меня и благотворительный фонд был лучше в Украине, а сегодня он лучше в Союзе. Но он находится в Грузии, потому что в Украине против меня постоянно уголовные дела. Но они мне не мешают. Потому что, ну что ж, для меня это награда. Для вас большой шанс. Мне нужны люди, которые владеют словом. Я, например, не журналист. Но я напишу любую статью. Вы можете посмотреть, открыть мои книги, да? Лучше любого писателя и любого журналиста. Ну, нельзя так, наверное, сказать. Но на самом деле я очень хорошо пишу. И те, кто со мной работали, знали, что документы составляю лучше всех. И все публикации, вот сколько их у меня было за все это время, все делаю только я один. Никогда не было у меня ни одного пиарщика, который за меня что-то писал. Даю вам честное и благородное слово. Вот. И вы можете по слогу понять, что это именно я отвечаю на все ваши вопросы. Вот. Именно я составляю статьи печатные. Именно я выступаю. Ну, это же я вроде, да? Я похож. Я точно знаю, что журналистам научиться стать невозможно. Если вы владеете пером, ну, владеете языком, украинским, отлично, русским, отлично, любым, кроме, только, ну, я, правда, понимаю, только русский и украинский, да, и украинцы поймут. Поэтому пока что только двумя. Если вы блестяще владеете языком и, как говорил великий поэт Пушкин, глаголом сможете бить в сердца людей, вы мне нужны. Будете зарабатывать сколько угодно. Потому что я смогу определить не сам, а по тем, по тому количеству людей, которые откликнутся на вашу статью, как вас поощрить. И поверьте, за деньгами, ну, вопрос, ну, никогда не с нами. Сколько угодно. Очень прошу. У меня была когда-то газета, я набирал ребят. Это была лучшая газета, называлась она «Коммерсант Украины». Ну, так случилось, что преследование меня задрали, я закрыл все свои проекты, кроме банка. Хотя уже было 14 тысяч подписчиков, и это была лучшая коммерческая газета за всю историю Украины. И были пацаны, которые вообще не имели образования. Но как они писали, это невероятно. Одного звали Юрий, я помню, не знаю, где он сейчас, но он делал обзор рынков. Ну, вот он заходил на продовольственные и бещевые рынки, и он делал обзор, что сколько стоит, что нужно покупать, что нет. Господи, ну, его читала вся Украина. Обнимаю. Ну, вот, я надеюсь, что вы не забыли сегодня сказать Богу спасибо за день, который он вам подарил. Надеюсь, что это был один из лучших дней в вашей жизни, если вы успели ему это сказать. Ну, а сразу после того, как вы меня послушаете, обязательно позвоните родителям. Это самое важное, что вы можете сделать в это тяжелое время. С Богом, друзья!